Добрый день, дорогие мои! Евгений Гордеев из славного города Героя Смоленска Сегодня, друзья мои, я хочу начать знакомить вас со своими прозаическими произведениями Начнем с небольших рассказиков А дальше посмотрим, как пойдет, как вам понравится Вот этот рассказ, который называется «Сюре», в свое время вошел в шорт-лист литературного конкурса международного фестиваля «Славянский базар», который ежегодно проходит, как вы знаете, в городе Витебске, в Беларуси Ну, надо было ехать туда после этого шорт-листа и там завоевывать лауреатство Но я не поехал, не езжу я на эти вещи Не то, что мне неинтересно, а как-то стремно уже выезжать Ну вот, Сюря Звали его Сергеем А в деревне кликали Сюрий Лет пятидесяти Сутулый Я выключу телефон, с вашего позволения Звук Сутулый С размашистой походкой Красным от загара и спиртного лицом Пудовыми кулачищами Выцветшими волосами И небесно-голубыми глазами Глядящими честно и преданно Он являл собой картину типичного селянина За плечами у него только восьмилетка Но умел он все Водил машину и трактор Мог сложить кирпичную кладку Сделать табуретку Подоить корову Забить порося Когда еще не развалилось сельское хозяйство Сюрий работал здесь, в совхозе Смоленского завода «Искра» В приусадебном хозяйстве Механизатором широкого профиля Потом работы, как и самого совхоза Не стало Жил Сюрий с женой Нинкой Напротив моего дачного домика В развалюхе с провалившейся крышей И завалившимся на бок сараем Раньше, когда с ними проживали две дочки Держали они корову С десяток кур Сажали грядки и картошку А когда старшая Аня Вышла замуж за фельдшера И укатила к нему на родину В Калужскую область А младшая Ира поступила в областном центре Учиться на маляра штукатура С домашним хозяйством Они распрощались Да, проще говоря, заленились Сюрю дома застать Трудно Он у местных на расхват Где помочь засеять, убрать Кому скотинку забить, освежевать Крыльцо починить Или там крышу подлатать Деньга им мы ему не платили Рассчитывались жидкой валютой Так и пристрастился Справный когда-то мужик К алкоголю Был он, однако, и в охмелю Безобидным и покладистым Нинку свою стервозную, худую И нехозяйственную бобенку Имеющую, кстати, фельдшерское образование Не бил Когда есть в доме было нечего Сам чистил и жарил На залежавом желтом сале Картошечку Ел прямо со сковороды За дощатым, покрытым Дырявой клеенкой, столом Сюрю с гордостью Носил на груди знак Почетный донор Благодаря его экологически чистой Разбавленной лишь Неизвестного происхождения Спиртным кровушки Были спасены Десятки, а то и сотни людей Поразительные Бесхребетность И слабоволие Не раз играли с ним Злую шутку Ибо никому И ни в чем Он не мог отказать По этой причине Раза три побывал На нарах В КПЗ В районной милиции За краженки Совершенные В группе лиц Но прокуроры И судьи Пораженные его Небывалой честностью И ангельским видом Так ни разу И не отправили Сюрю В следственный изолятор И колонию Давая ему Лишь условные Сроки Сюря не был Философом Его не мучил вопрос Для чего Человек Живет Он давал на него Свой Немудрящий Ответ Чтобы жить Радоваться Майскому Солнышку Найденному В телогрейке Окурку Возможности Как следует Попахать Заработав При этом Стакан Паленой Водки С куском Хлеба И огурцом Прямо с грядки Сюря Не сумел Сделать жизни Ничего такого Что могло бы Оставить О нем Долгую И светлую Память В умах И сердцах Людей Но когда Его нашли Мертвым На поле Где пас Он скот Вся деревня Буквально Выла От горя Вся деревня Пошла его Хоронить На кладбище За озером Я привез Туда Два ящика Дешевой Водки Без акцизных Марок Разливаемой Где-то Во Владикавказе Люди Пили ее И говорили Над Сюриной Могилкой Удивительные Слова Идущие От чистого Сердца Слова Каких я не слыхивал Провожая В последний путь Многих Именитых Сограждан Со дня Смерти Сюри Прошло Больше Десяти лет Но мы С женой И сыном То и дело Вспоминаем Того Доброго Трудолюбивого Честного Несмотря на Судимости Человека Его Сутулую Размашисто Шагающую По деревне Фигуру В аккуратно Выстиранной И заштопанной Рубахе И коротких Непонятного Цвета Штанах Скуласты Улыбающееся Лицо Глядящие С весельем И преданностью Небесно-голубые Глаза И его Извечный Вопрос Когда я Наезжал В деревню У Владимирович Так он выговаривал Мое отчество Владимирович Ти есть У тобе Что? Вот такой Рассказ Рассказ О простом Деревенском Немудрящем Пивущем Но Удивительном Человеке И если бы Не я То кто бы Еще Рассказал Вам О Сюре Фамилию его Я К сожалению Не запомнил Но облик его На всю жизнь Перед моими глазами С вами был Евгений Гордеев Из славного города Героя Смоленска Если вам понравилось Комментируйте Ставьте лайки Я буду Ориентироваться На Ваше желание Еще услышать Может быть Мои рассказы Мои какие-то еще Прозаические Произведения Если Интереса вашего Не будет То вряд ли я Рискну Еще раз Сесть К микрофону И продолжить Знакомить вас Своим литературным 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 Творчеством Всего нам Всем доброго Да и Раз о доброте Заговорили Прошу Друзья Совершенно Совершенно Я без укора Это говорю Я Это жизнь Может быть Такая Она стала Я вас Прошу Совершенно За последние Может быть Три Четыре Недели Ну Буквально На Один Два Добрых Человека Немножко Помогают Нашему Приюту Котовася Поймите Меня правильно Значит Что Солнце Всходит И заходит Как говорится А кушать Хочется Всегда Я конечно Может быть Мало делаю Роликов О жизни Котоваси Я постараюсь И справиться Может быть Это Должно Повлиять А может Быть Вам Претит Или Большинству Из Моих Слушателей Зрителей Претит То чем Я занимаюсь Ну Будем так Говорить Свободное От встреч С вами Время Это Уход За За братьями Нашими Меньшими За кошечками Которые Содержатся В приюте И содержатся Не для того Чтобы Так сказать Их Здесь Раскармливать Лелеять А для того Чтобы В конечном итоге Найти для них Новую семью Для каждого Из них Котенка Кошечки Котика Новую семью И отдать Хорошие Добрые руки Вот Какова цель Нашего приюта Спасти И пристроить Хорошие Добрые руки Все атрибуты Для оказания Помощи Приюту Котовася Под каждым Моим роликом Спасибо огромное За то Что вы у меня Есть Пожелаем Друг другу Здоровья И удачи Пока